Доброго всем раннего утра! Сегодня мы покидаем Милан. Присоединяйтесь к нам в этом путешествии, сегодня мы поедем через швейцарские Альпы, чуть-чуть Австрия. Надеемся, что вы тоже любите красивые, потрясающие горы, потрясающие виды, а потому приятного просмотра и приятных путешествий! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Ну что, оставляем свое место ночлега И продолжаем свой путь Спасибо, гостеприимный дом Время сейчас 7.39 и нам 4 часа пути Доброе утро! Держим свой путь на Траймунде И сегодня у нас будет такое интересное путешествие, которое займет 20 часов Это поездка на пароме от Траймунде до Лепа Об этом подробнее расскажу уже на борту парома А пока наслаждайтесь видами Субтитры сделал DimaTorzok Германия Придорожное бестро Два кофе Гринделек вот этот И колбаса 18 евро Приятного аппетита ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, хочу немножко оставить еще свои впечатления о Италии и о Германии В Мелании, честно признаться, была удивлена тому, что если отъезжаешь от центра города, то город достаточно грязный То есть сейчас на жаре попадает большое количество листьев И все листья лежат вдоль обочин, вдоль дорог Окурки, бутылки Много очень приезжих Это тоже заметно И единственное, чем я осталась очень довольна, это качеством асфальтного покрытия Дорогами, указателями, которые все разумно объясняют, куда, как и сколько это займет времени Ну, а немецкие дороги, это просто кайф Нужно сказать, что они в отличном местами состоянии И это всегда 3-4 полосы То есть мы проехали практически всю Германию снизу доверху до Гамбурга И дороги очень хорошие, удобные Средняя скорость где-то 120-130 км в час И большое количество фур, дальнобойщики Все сделано для того, чтобы транзит по Германии проходил комфортно И для грузовых машин, вероятно, в том числе Потому что каждые 45-50 км всегда есть указатель И есть бензоколонка, туалет, душ, маленький магазинчик, пестро и так далее Ну и еще должна сказать о том, что в Германии дороги очень чистые То есть если бы мы проехали вот так 3000 км где-то по Прибалтике То машина темно-серого цвета была бы, ну, определенно в пыли, в грязи И там в чем еще В Германии в этом отношении машины все чистенькие То есть мало того, что мы едем, как после мойки Смотрим на те машины, которые нас обгоняют Даже большегрузные машины Все машины в очень хорошем чистом состоянии В общем, я в этой связи в каком-то прямо восторге Вероятно, обслуживание дорог не только покрытие самого Да, но и, наверное, как-то моются они или чистятся Или что там с ними делают Но ехать одно удовольствие Осталось буквально где-то километров сто до порта И если вы путешествуете из Германии в Прибалтику И дальше в Скандинавию Или если наоборот не путешествуете, а возвращаетесь домой То вот этот вот один из вариантов Обогнуть, скажем, Польшу и Литву Вариант добраться до Латвии на пароме Сегодня мы этот вариант опробуем Я расскажу о нем тогда подробнее Запишу в видеорежиме маршрут, который мы проделаем В самом этом портовом городе Трэмюнде И сами условия на пароме тоже постараюсь в видеорежиме вам показать Так что приятного путешествия И наш путь продолжается 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 в видеорежиме Продолжается в видеорежиме Продолжается в видеорежиме Продолжение следует... 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 Продолжение следует...